Буржуазный Париж, пролетарский Манчестер. Побывав в этих городах, кировский художник Елена Авинова создала целую коллекцию работ. Экспозиция открылась на днях в выставочном зале Музея Воснецовых. Это графические произведения, фотографии, композиции, заключенные весьма интересные арт-рамы. Почти в каждой работе присутствует образ Пьеро, альтер-эго художника. Он устраивает пикник на берегу Сены в Париже и сразу после новогодней ночи прогуливается по мосту в Манчестере. Два разных города, но и в них есть нечто общее. Алина Котрихова расскажет подробнее. Брутальная рама с видавшим виды металлом, железные скобы, практически самостоятельный арт-объект обрамляет манкунянский пейзаж. Его художник Елена Авинова написала всего лишь двумя красками, черной и белой, на ржавом куске железа. Такой прием, как нельзя лучше, передает атмосферу индустриального Манчестера. В Манчестере вот эти мосты рубежа 19-20 веков, это настоящее произведение искусства, потому что, ну, мне кажется, что стиль стимпанк вообще родился от вот той первой индустриализации и они все выполнены в интересных декоративных элементах, в ручных огромных клепках, на них какие-то гербы людей, которые их строили. Промышленная Англия, старинные дома, мосты, металлы, немного туманности, настроения северных людей, совсем отличных от французов, более легких и открытых. Это чувствуется в работах, написанных в Париже. Елена Авинова рассказывает, просто шла по городу и делала зарисовки красивых старинных зданий. Но здесь вы не увидите избитые сладкие сюжеты а-ля парижский романтик. Художник открывает нам окно в Париж, не туристический. Во французской серии часто встречается альтер-эго автора Пьеро. Он устраивает пикник на берегу Сены, лежит на газоне в саду Родена и будто бы Пьеро и открывает нам Париж с другой неожиданной стороны. В центре Парижа есть маленький портик, где останавливаются путешественники на своих яхтах и катерах со всего света. Но, наверное, немногие люди знают. А это прямо рядом с площадью Бастилии. И площадь Бастилии вроде туристическое место. В нетуристический Париж можно переместиться прямо на выставке. Просто внимательно присмотритесь. Возможно, вы уже там. Пора бывает интересно, проходя мимо какого-либо здания со стеклянными или зеркальными дверьми, посмотреть мимоходом на себя со стороны. Вот как раз такой необычный эффект присутствует в парижской серии работы. А вот мы снова в Манчестере и снова чувствуется индустриальный дух. Автопортрет. Самая крупная работа на выставке, вдохновленная прогулкой по пустому городу утром 1 января. Все ушли спать после празднования Нового года. И никого нет. Идет проливной дождь. Ну и в общем все эти конструкции металлические в бликах воды. Ну то есть это очень было красивое интересное состояние. Это склеенные альбомные листы, потому что работа начиналась с двух рисунков. Тут вот даже оставлена перфорация, если видите. То есть я начинала это в блокноте, как какие-то детали зарисовывать. Уже в своей мастерской Елена Авинова собрала эту композицию, оформила в раму, подчеркивающую конструкции моста, и дополнила металлическими листами с ржавчиной. И снова узнается дух брутального города. Такие разные Париж и Манчестер, но и у них есть общие. Солидный культурный пласт, исторические здания и мосты, наследие римлян. И там и там они побывали. Впрочем, в выставочном зале прочувствовать атмосферу этих двух городов можно до 2 декабря.